Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. 4 миллиона за помощь замминистра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненный задержаны за взятку. В Краснодарском крае планируют создать единую торговую сеть для продажи школьной формы. В магазинах будет представлена одежда только местных производителей. Ученые отправятся на поиски Эльбруса. Сигнал с GPS-ошейника. Этого леопарда посылает странный сигнал. В Сочи идет борьба за Кубок Союза. Нашим землякам пока очень непросто бороться с соперниками. Больше двух сотен дворов подтопило в Мостовском районе. Накануне там был объявлен локальный режим ЧС. Ситуация находится на личном контроле губернатора. Из-за сильных дождей там переполнились дренажные и ливневые каналы, а также русла горных рек. В итоге бурные потоки хлынули на улицы станицы поселков. Больше всего досталось станицы Баговской. Зашла вода и в один дом. Уровень достигал 10 сантиметров. На данный момент ситуация стабилизировалась. Мы уже оповестили жителей предгорных территорий о подъеме уровня рек. Выставили посты на водоемах. Поручил главам круглосуточно держать ситуацию на личном контроле. Если потребуется эвакуация, готовы места для временного размещения людей. В помощь местным спасателям направлены краевые. При необходимости будут задействованы дополнительные силы и средства. В случае опасности для местных жителей подготовлены места для эвакуации. Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Они следят за прогнозами синоптиков. Мы продолжаем действовать шторговое предупреждение, связанное с сильными осадками, усилением ветра и градом. В ночь на 20 мая прогноз оправдался. В Мостовском районе в результате обильных осадков были подтоплены придворовые территории в двух населенных пунктах. Организована работа по чистке подмостового пространства и ливневых канализаций. Сейчас в районе работают комиссии по оценке ущерба. Городские службы проводят расчистку улиц от ила и мусора. Коммуникации не пострадали, погибших нет. Спасатели напомнили кубанцам и гостям региона о соблюдении мер безопасности. Кроме того, восстановлен поврежденный мост, который связывает поселки Узловой и Бугунжа с районным центром. О том, как на местах реализуют федеральные и региональные проекты, сегодня говорили во время селекторного совещания с руководителями регионов. В Краснодаре прошла выставка «Агротур». На площади перед Законодательным собранием края 400 мастеров и более 100 сельхозпроизводителей со всей Кубани развернули свои подворья и курени. Площадки муниципалитетов осмотрели губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев и председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко. Как отметил глава региона, сегодня «Агротур» – одна из самых молодых и успешных выставок края. Наши коллеги расскажут далее. Казачьи мотивы задают тон всему празднику. Все, чем богата Кубань, песни, угощения и колорит в одном месте. Только раз в год площадка перед Законодательным собранием края меняет свой облик и становится своеобразной картой сельского туризма. Варианты провести свои выходные вне Черноморского побережья на любой вкус. От изготовления гончарных изделий до дегустации устриц. А в подворье российской здравницы Анапе даже провели мастер-класс «Резьба по дереву». Чем завлекают станицы и поселки туристов проверили глава региона Венемин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Губернатор Краснодарского края и спикер Кубанского парламента зашли в каждое подворье и пообщались с их хозяевами. Все 44 района подготовили экспозицию, где разместились мастера и сельхозпроизводители. Всего их около 500. Везде гостей встречают с особым радушием, с хлебом и солью. Именно такой теплый прием и ценят туристы со всей страны. В подворье Успенского района русские народные песни смешались с кавказской лесгинкой. И это не случайно. В муниципалитете проживают около 50 национальностей. На этой земле мир. Мир. Давайте его сохранять. Между народами. Самое главное. Сохраним мир между народами. Сохраним мы нашу землю. Вот это самое главное. Давайте будем умнее. Умнее и не допустим схватку никакую. Только на спортивных коврах. Самбо, дзюдо, борьба греко-римская, вольная. Вот там должны быть схватки. Вот там. Спортивные. А в мире, в нашей жизни, мы должны жить по-настоящему, как братские народы. И тогда эта земля будет в надежных руках. Тогда наши дети будут рождаться. Внуки. Под мирным солнцем. Под мирным небом. Это залог процветания всех нас. И этой нашей красавицы земли. Выставка агротуризма проходит уже в пятый раз. И с каждым годом число участников только увеличивается. В этом году свою продукцию представили и гости из Крыма. Народные умельцы, сельхозпроизводители и фермерские хозяйства приезжают сюда не только себя показать, но и обменяться опытом с коллегами из других поселков и станиц. Владимир Мартыненко из Кущевского района на выставку приехал за туристами. Его альтернатива – пляжному отдыху, охота и рыбалка. О своем проекте он рассказывает губернатору. В его гостевой дом уже потянулись отдыхающие, но развивать дальше свое дело ему мешают бюрократические проволочки. Вениамин Кондратьев отметил, что тем, кто только начинает свой путь в сельском туризме, краевые власти готовы оказать поддержку. Курорты. Я уже говорил о том, что сегодня отдыхающих много, но все они на море. А мы должны хотя бы четвертую часть, ну пусть пятую, отвлечь, на наши сельские территории, там, где мы хотим агротуризм создать. Мы должны быть первыми, которые дадут им не то, что спасательный круг, а дадут платформу, по которой они будут не барахтаться, а твердо идти, чтобы вы создавали те элементы агротуризма, которые будут магнитом для туристов со всей страны, ну или из нашего края. Деревенскую романтику все чаще предпочитают пятизвездочным отелям и морскому бризу. Одно из популярных направлений – энергострономический туризм. Валерий Давыденко только в начале пути. Он занимается гаражным виноделем, выращивает виноград столовых культур из отечественных сортов. Без масштабных производств и огромных виноградников, зато делится фермер напиток, получается натуральным и эксклюзивным. У нас при поддержке президента России Владимира Владимировича Путина сегодня готовится проект федерального закона, по которому количество декалитров будет переравниться к количеству соток либо гектаров виноградников. И тогда это будет настоящее российское вино. Потому что мы будем смотреть, сколько ты вырастил винограда, и вот ровно столько можешь произвести вина. А если у нас количество вина растет, а количества виноградников нет, то мы превращаемся в цех по розливу непонятно какого суррогата. Либо того, что везут к нам в цистерна, на баржах, а потом разливают. Вот сегодня мы должны гордиться нашим кубанским российским вином. Я думаю, если федеральный закон будет, то у вас будет уверенная завтра. Малые предприниматели делают в своих хуторах и поселках большое дело. Открывают свои фермерские хозяйства и мастерские, которые в будущем занимают свое место в экскурсиях туроператоров. Некоторые уже готовы выходить на качественно новый уровень. Кирилл Козлов из Новокубанска угощает гостей в выставке домашним армеладом и халвой. Его продукт уже отмечен знаком качества, сделанного на Кубане. Поставки натуральных сладостей налажены в магазины и через интернет. По мнению предпринимателя, это может стать идеальным подарком, который привезут из Краснодарского края. Столкнулись с тем, что очень мало вот такого формата подарков с Кубани. Люди приезжают, у нас есть все сладости, кроме кубанских подарочных сладостей. Вот это есть эмоции, это есть шление от Кубани. Они могут это тоже сделать сувениром. Мы покупку такую создали, чтобы она передавала эмоциональность нашего продукта. Поставьте аэропорты, вокзалы, создайте, для них тоже выгодно. Поставьте их на потоки туристов, на набережных, урортных городах, везде, где уезжают, приезжают отдыхающие. Отдайте тем, кто производит нашу кубанскую продукцию. Ребята, это маленький штрешок, который сделает экономику районов и края. Краснодарский край сегодня единственный регион в стране, который законодательно закрепил понятие сельский туризм. Это позволяет наращивать поддержку и увеличивать гранты для хозяйств. Губернатор отметил, что для развития этого направления краевые власти и дальше будут создавать все условия. Что продает агротуризм? Он продает эмоции, впечатления. Вот что он продает. И мы должны продавать это, это будет продаваться. Потому что дефицит того, что есть в душе, сегодня очень сильный. Вы сами знаете, мы становимся городскими. Мы урбанизм, целую науку сделали, а жизнь не в городе. Но забываем, с чего начинались города. Жизни на земле. Агротуризм без вашей поддержки невозможен. Да, сегодня мы оказываем господдержку. Нам важно, чтобы вы сами были уверены в успехе. Вы, те, кто и делаете этот агротуризм, вы должны быть убежденными сторонниками того, что это не только традиция, помноженная на прибыль. Это на самом деле завтрашний день села, с точки зрения нашего туристического комплекса под названием Кубань. Это наша земля, она бесценна и бездонна своими традициями, культурой, эмоциями и впечатлениями. Сельский туризм – перспективное для Кубани направление. Наш край поразительно богат не только природными, но и рукотворными красотами. И те миллионы отдыхающих, которые ежегодно приезжают к нам, будут увозить с собой воспоминания не только о приморских пляжах, но и о красоте кубанской глубинки, о том, какие гостеприимные, талантливые и творческие люди живут в нашем крае. В рамках выставки агротур назвали лучшие подворья и фермерские хозяйства по итогам прошлого года. Победители конкурса получили субсидии на дальнейшее развитие туризма на селе. Елена Касабова, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненные задержаны за взятку. Замминистра последние два года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства. Потребительским кооперативам в ее рамках предоставлялись гранты на развитие. По данным следствия, в феврале председатель сельскохозяйственного кооператива, желающая получить субсидию, обратилась в министерство. Начальник управления развития малых форм хозяйствования сообщил женщине, что ей могут помочь при условии, что она принесет 4 миллиона рублей для передачи их председателю конкурсной комиссии. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативниками. 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил от последней 4 миллиона рублей. После чего вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства. Сейчас следствие устанавливает, был ли этот эпизод взятки единичным. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 22 мая в Сочи переменная облачность, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем 22-24 градуса выше нуля. Компания «Соут» приглашает на международный форум пивовара в Сочи. Более 250 компаний из 40 стран. С 21 по 23 мая место встречи – гранд-отель «Жемчужина». Из Краснодара в Сочи на поезде и без родителей. Так теперь смогут путешествовать подростки, но под чутким контролем проводника. Такая услуга о перевозке детей стала доступна в «Ласточках» по маршрутам Краснодар-Адлер и Краснодар-Эмеритинский курорт. Это касается проезда детей от 10 до 16 лет. Если необходимо отправить ребенка одного, нужно оформить такой билет заранее в кассах вокзалов Краснодара, Сочи или Адлера. С собой надо иметь паспорт или свидетельство о рождении ребенка, свой паспорт и, если необходимо, документ, подтверждающий, что вы являетесь законным представителем ребенка. При оформлении указываются данные и телефон того, кто встретит ребенка на станции назначения. Стоимость услуги – 1500 рублей. Впервые такая услуга была введена в июле прошлого года на скоростном поезде «Невский экспресс» с сообщением «Москва-Санкт-Петербург». В Краснодарском крае планируют создать единую торговую сеть для продажи школьной формы. В магазинах будет представлена одежда только местных производителей. Меры поддержки предприятий легкой промышленности региона обсудили на совещании, которое провел глава Кубани. Перед этим губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко посетили выставку «Дни школьной моды», где свои образцы представили 15 предприятий из разных районов края. Продолжат наши краснодарские коллеги. Серая и синяя в клеточку с яркими деталями или традиционной от многообразия школьной формы буквально глаза разбегаются. Несмотря на то, что строгая форма в образовательных учреждениях обязательное правило, Екатерине Самохиной как подростку важно выглядеть стильно и модно в школе и за ее пределами. Мне нравится рубашка, тут бантик, очень красивый, пиджак. Его можно поменять на жилетку, на что угодно, штаны. Подходит под все образы. А вот производители уделяют внимание не только отражению в зеркале. На первом месте качество. Сегодня 15 предприятий легкой промышленности из разных районов края представили свои образцы школьной формы. Выставку посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Глава региона уверен, школьная форма высокого качества должна быть демократичной по цене для учащихся как городских, так и сельских учебных заведений. У нас в станицах и в сельских школах выбирают одежду попроще. Когда мы говорим о высоком качестве одежды, она предполагает совсем другую цену. Синтетика, например, которую мы здесь видим, вот представлена, она стоит не так дорого, как шерсть, которую мы видели до этого, и она более ноская. Поэтому абсолютное большинство сельских родителей, к сожалению, выбирают такой, к счастью для производителя, к сожалению, для ребенка, потому что так или иначе, но есть вопросы по тому, как ощущает себя. Давайте посмотрим, может, пусть и по нашему алгоритму субсидирования, то есть определенную часть школа собирает, определенную часть мы можем и доплачивать, посчитать, сколько это будет в самом деле бюджет обходиться. Но наши детки должны ходить, на самом деле, не в синтетической одежде, а в натуральной. И если родители волнуют вопросы качества и цены, то детям пока намного важнее, как внешне выглядит костюм. Ведь все же в школу дети идут за знаниями, а не на дефиле. В школе должны дети быть в одну форму одеты. У них тогда нет расслоения, они не чувствуют этого. И как бы командный стиль создается, когда все одинаково одеты. Они другим выделяются. Я уже сказал, они выделяются умом, сообразительностью, и умственной, и физической, и пестротой одежды. Вообще, кубанские фирмы, которые занимаются пошивом формы, стараются объединить в себе два аспекта – функциональную моду и комфорт. И если с первым справиться легко, то со вторым есть сложности. Очень важно, чтобы мы, все производители края, не позорили наш край и производили одежду из качественных тканей. Поэтому я за ужесточение проверок, за внезапность проверок. Потому что очень много производителей, которые лицензируют одну одежду, а продают другую. Производить одежду из российской ткани дорого – тысяча рублей за один метр. Именно поэтому материал приходится закупать в Турции, Китае или Индии, где стоимость гораздо ниже. Зарубежная ткань, конечно, отличается выгодной ценой, но часто в ущерб качеству. Это не только подрывает конкуренцию на внутреннем рынке, но и несет явную угрозу здоровью детей. Вопрос недобросовестной конкуренции. Да, недобросовестной. Слишком много присутствует у нас на рынке товаров, которые, в общем-то, произведены неизвестно где, они присутствуют в основном. И непонятно кем. И непонятно кем. Присутствуют на рынках, присутствуют и в торговых центрах. Рынок, он и есть рынок, что должна быть конкуренция, но она должна быть добросовестной. И здесь подход, которым сегодня грешат наши торговые сети, что неважно чья, неважно откуда, лишь бы хоть какой-то был документ и вперед, он нас не устраивает. Лучшие модели кубанских предприятий представили сами школьники на показе мод. Такая выставка-презентация проводится в крае регулярно, как в крупных городах, так и в маленьких поселениях. И это, как никогда, актуально в преддверии летних каникул, когда у родителей и директоров школ есть время подобрать подходящие варианты для учебных заведений. Форма должна быть и красивой, и комфортной, качественной, безусловно, и доступной. Нам важно, чтобы вот те производители школьной формы, которые сегодня демонстрировали ее и качественную, и красивую, на самом деле могли реализовывать родителям наших мальчишек и девчонок, наших школьников. И я благодарен Виктору Константиновичу Бударину, руководителю отделения российских промышленников и предпринимателей, за то, что он включился активно сегодня в эту проблему. Она уже становится проблемой. И мне принципиально важно, чтобы та школьная форма, которую мы сегодня видели, в рамках показа моды с этого подиума шагнула в школьные коридоры. Меры поддержки предприятий легкой промышленности региона обсудили позже на совещании. Швейным фабрикам до сих пор трудно конкурировать с продавцами некачественных изделий, сделанных полностью из синтетики, что больше напоминает стеклянную ткань. Вениамин Кондратьев обращается к представителям предприятий. Сегодня нужно выстроить четкую систему на рынке, которая не позволит затмить контрафакту местных производителей. Школьная одежда – это специфический товар. Специфический. Вот он и социально ориентированный. Здесь нельзя на нем зарабатывать. У бизнеса производителей должна быть прибыль, безусловно. Для них тоже специальные условия для специфического товара. Если мы хотим сохранить производство школьной формы, у нас прай. И развить его самое главное. Поэтому в рамках рынка его просто продавать – это невозможно с точки зрения экономики. Невозможно хоть примерно посчитать. Невозможно. А значит, это сумасшедшие риски. Они на них не пойдут. Вот тут надо искать способ, каким образом сделать и форму доступную, еще раз подчеркну. И вам уверенность в том, что то, что вы сегодня производите, принесет вам прибыль. Прибыль, а не убытки. А все остальные, которые там в тени, они просто не смогут втиснуться в рынок. Поверьте, в наш рынок. Я об этом сейчас говорю. Мне надо их отсечь от рынка. И тогда контрафакт нет смысла будет вести, потому что его никак не впихнешь и не впаришь. Вот в чем вопрос. Потому что мы систему создадим. Систему, которая невозможно будет влезть со школьной одеждой в наши школы. Мы же своих деток одеваем. Мы сами заинтересованы. Нас тут все знают по краю. То есть, если мы выпустим плохую продукцию, как мы потом людям в лицо-то будем смотреть? На совещании также обсудили возможность создания единой торговой сети для продажи школьной формы. Продукцию можно будет выставлять в крупных торговых центрах, а также в отдельных магазинах, которые специализируются на продаже формы. Такие павильоны будут работать круглогодично, а не только перед началом учебного года. Предприниматели инициативу поддержали, ведь такая система сбыта позволит обеспечить предприятие работой на круглый год. На встрече с представителями швейных фабрик Вениамин Кондратьев затронул тему производства формы для казачьих классов. Глава региона поручила проработать вопрос о получении патента на пошив формы, которую нужно шить именно на Кубани. У нас 85 тысяч сегодня учеников казачьих классов. 85 тысяч! Кто шьет форму для них? Где они ее покупают? Коллеги, вообще форма казачья, она, естественно, установленного образца. Она по определению должна быть пошита на Кубани. По определению, она казачья форма. Николай Александрович, ну давайте запатентуем эту форму, установленного образца, как положено. И патент будет у кубанского казачьего войска. И вы, как обладатель патента, имеете право поручить или доверить тому или тому предприятию шить казачью форму. Получение патента позволит предъявлять фабрикам особые требования к качеству ткани, а также к форме одежды, вплоть до мелких деталей, чтобы казачья форма строго соответствовала федеральным и краевым стандартам. Яна Бузычкина, Алина Сорокина, Юрий Дешин, Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар. И к другим новостям. Поиски пропавшего леопарда организовали на Северном Кавказе. С февраля не обновляется сигнал с GPS-ошейника леопарда Эльбруса. Эльбрус был выпущен на волю в 2018 году. На его поиски 22 мая выйдут ученые Института проблем экологии и эволюции. Экспедиция будет проходить на территории Южной Осетии. Сигналы стали приходить только из одного места, находящегося в труднодоступном горном районе. Специалистам непонятно, что там произошло. То ли леопард скинул ошейник, то ли попал под лавину. Программа по увеличению популяции переднеазиатского леопарда начала действовать в России в 2007 году. Ее цель – способствовать созданию на Северном Кавказе устойчивой популяции численностью не менее 50 особей. И продолжаем. Пиво и сырье, оборудование и упаковка. В Сочи открылся международный форум «Пиво-2019». Это выставка ведущих предприятий пивоваренной отрасли России и других стран, а также деловая площадка, где профессионалы индустрии обсуждают основные проблемы развития. Более 200 компаний из 40 стран. Такова в этом году география международного форума «Пиво». Сегодня это единственная профессиональная и главная в стране специализированная выставка пивной индустрии. Компания «Соут» проводит ее в Сочи уже 28-й раз. Форум «Пиво» – это лучшая стартовая площадка для выхода на рынок новых продуктов и брендов, а для уже известных компаний это возможность заключить новые выгодные контракты. На стендах выставки – пиво, упаковка, сырье и оборудование для пивоварения и производства безалкогольных напитков. Мы всех приглашаем на наше мероприятие. Все, кто связаны с пивоваренной отраслью, мини-пивзаводы, руководители баров, кафе, ресторанов, которые здесь тоже почерпнут для себя много нового интересного для решения в своем бизнесе, найдут новые пути развития. А еще форум «Пиво» – это крупнейшая деловая площадка. Здесь профессионалы отрасли обсуждают основные проблемы. Например, новые законодательные инициативы, в частности, введение лицензирования. Создание реестра предприятий производителей пива может снизить доступность напитка для потребителя. У нас запланировано несколько круглых столов, в том числе круглый стол, скажем так, политический, на котором мы будем вырабатывать общую отраслевую позицию по основным законодательным ограничениям. Будем принимать резервы, которые будут направлены в органы власти для ее рассмотрения. Именно на форуме в Сочи 20 лет назад было принято решение о создании Союза российских пивоваров. Сегодня Союз и выставочная компания «Соуд» закрепили многолетнее партнерство очередным соглашением о сотрудничестве на следующий год. Также в рамках форума в Сочи будет работать школа пивоваров. Пройдет конкурс пива и безалкогольных напитков, а еще фестиваль «Море пива». Это презентации фирм-производителей, развлекательные шоу и конкурсы. Выставка и форум пива работают в гранд-отеле «Жемчужина» по 23 мая. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи продолжается борьба за Кубок Союза. Это турнир детских хоккейных команд. В этом году участвуют более 100 спортсменов. Подробнее Елена Всецина. В этом году приглашали на турнир юных хоккеистов из Латвии. Но у них не получилось приехать, поэтому шайбы в тренировочном центре для фигурного катания «Шортрека Югспорт» гоняют воспитанники хоккейных клубов Сочи, Екатеринбурга, Воронежа и Обнинска. Это только начало, говорят организаторы. Пока они рады шести командам, которые уже четвертый день борются за Кубок Союза. «Сыграли мы с местной командой «Союз Сочи». Была упорная игра, но, увы, проиграли 6-9. И две игры выиграли. Это у «Скаюность» Екатеринбург и у второго состава «Союза». Сейчас будем играть с «Олимпом» в городе Обнинска». Воронежце традиционно занимают первые и вторые места. Сочи – город Олимпийский, поэтому пообещали стараться и выйти в лидеры. А пока на льду «Сочинский Черноморг» в красном и «Скаюность» из Екатеринбурга в белом. Игра не задалась с самого начала, сочинцы не успели размяться. В итоге сил бороться на льду не хватило. Итог 10-2 в пользу гостей. «Екатеринбург» команды «Скаюность» более физически подготовлены. Нам немного не хватает у «Сочи» команды «Черноморга» физики, скорее всего. Потому что с тактикой и совсем остальным, в принципе, у них уровень одинаковый. Командовская «Юность», обыгравшая сочинцев, но проигравшая воронежцам, рассчитывает на призовые места. «Хорошо, хорошо играли. В пас играли». Хоккей среди девятилетних, конечно, не собирает полные трибуны. Тут задача другая – воспитать серьезное спортивное поколение, здоровое и физически крепкое. Все шесть команд 22 мая станут участниками настоящей ледовой битвы. Заключительные игры решат судьбу основного приза Кубка «Союза». Елена Овсенцин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях – в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok